Первый визит после своего избрания на третий срок Си Цзиньпин планирует осуществить именно в Москву. Если визит этот состоится, он очень будет знаковым, потому что китайская дипломатия работает на символах, символичных. Обновив свой статус, лидер Поднебесной решил встретиться лично с российским диктатором Владимиром Путиным. Китай наращивает, укрепляет свой альянс в противовес американскому альянсу демократических стран и наращивает влияние международное сейчас. И вот в этих условиях фактически происходит, мы видим это противостояние и этот визит будет происходить как раз на фоне этого противостояния, вот этих вот условий. Именно Россия и именно Москва неспроста. Ведь данный заграничный вояж в Россию воспринимается многими как некая попытка разрешения войны, которую Владимир Путин начал на украинской земле. Китай, совершая на таком уровне визит в Россию, берет на себя очень много обязательств. То есть фактически он из нейтрального игрока превращается в нейтрального, приближенного к России, скажем так. То есть все определенно скажут, ну, Китай поддерживает Россию. И тут уже следующий вопрос, а будет он помогать, подключится ли он со своим потенциалом вооруженным и политическим. После того, как китайский лидер начал активно выступать с различного рода заявлениями относительно урегулирования войны, мир увидел тот самый так называемый китайский мирный план. Особого восторга и энтузиазма соглашение из 12 пунктов не вызвало как украинской, так и у российской стороны. Откровенно говоря, становится очевидным, что в ходе встречи Сиддинпина и его главного геополитического союзника Путина будет затронут следующий вопрос. Будут говорить о поисках вариантов окончания этой войны, для того, чтобы Россия не проиграла позорно эту войну, для того, чтобы сберечь ей лицо, для того, чтобы она вышла из этой войны на каких-то приемлемых для нее условиях. Кроме этого, становится очевидным и возрастающее геополитическое противостояние, которому и ведет эта кровопролитная война. Эта война фактически подталкивает к противостоянию Соединенных Штатов и Китая. Мы видим, что они вошли в коридор такого конфронтационного сценарика. Вошли, и конфронтация эта углубляется и расширивается. Этот государственный визит, по сути, вовсе не дань уважения к великой России, а жест, в котором четко прослеживается некий символизм с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев. Я бы назвал это политикой дипломатическими маневрами, с одной и с другой стороны. Это дипломатия канонера, так сказать, сигналов дипломатических. Сонны посылают друг другу эти сигналы. Некая восточная дипломатия диктатора Владимира Путина и верховного лидера Си Цзиньпина в противовес личной встрече Джозефа Байдена и Владимира Зеленского в столице Украины. Соединенные Штаты, с одной стороны, послали сигнал авторитарным персоналистским режимам, что, коллеги, вы не выиграете, потому что мы поставили на Украину все и будем помогать идти до победы. А Китай, в свою очередь, тоже посылает сигнал тем же Соединенным Штатам, что мы вас приняли сигнал, передаем свой, а мы, если вы настаиваете на том, что Украина должна победить, мы вам подаем сигнал, что Россия не проиграет. Активная дипломатия Москвы и Китая является откровенной попыткой Поднебесной придать практическое направление реализации своего китайского мирного плана. Сейчас везде, скажем так, для того, чтобы уточнить позиции Европы, Украины, России и посмотреть на общий расклад геополитический, а потом принять решение, как будет действовать Китай в этой ситуации. И вот еще один показательный момент. С Владимиром Зеленским Си Цзиньпин изъявил желание пообщаться по видеосвязи, а с Путиным готов встречаться лично. Естественно, одно дело, если вы едете лично к кому-то и лично с кем-то общаетесь по поводу каких-то проблемных моментов, вы демонстрируете свою приязнь и поддержку тем самым. Хочется там кому-то или не хочется. Если же вы общаетесь по видео, по онлайн, ну вы это делаете по необходимости, для того, чтобы сохранить свое лицо как посредника, как страны, которая включилась в эти политико-дипломатические маневры и просто должна понимать позицию Украины тоже. Ответим также, что данный разговор лидеров России и Китая станет первым за все время полномасштабной войны. И, конечно же, с точки зрения Китая, если он позиционировал себя нейтральной страной, которая выходит с какими-то мирными инициативами для равности подходов, надо было бы, конечно, встречаться с Зеленским тоже один на один, не онлайн. Но, скажем так, хорошо, что есть диалог, это лучше, чем его нету вообще. Но плохо, что он онлайн, а не личный. Для России предполагаемый визит Си Цзиньпина в Москву это некая символически протянутая рука Китая. Но очевидно, что все стратегические решения будут приниматься уже по результатам данной встречи. Продолжение следует...